Здравствуйте! Вот у нас сегодня заглавие такое Первая Русская Революция 1905 года. Об этой революции мы с вами уже так вот говорили, о ходе ее событий. Ну и вот, тем не менее, у нас еще опять это появилось, слово Первая Русская Революция. Это, наверное, самое заметное событие до 1917 года в российской истории, которое воспринимается как, ну, как указание на революционную деятельность партии большевиков. Вот так обычно. Ну, по крайней мере, в наше время так вот это использовалось очень сильно в пропагандистских целях, как потом оказалось. История КПСС, такая наука у нас была в вузах, сейчас преподают историю нашей Родины, да, так как-то вот историю России проходят дети, студенты. А в наше время проходили мы историю КПСС. Эта история КПСС охватывала период, значит, от создания партии в конце 19 века, когда она называлась Российская СССР, Демократическая Рабочая Партия. Потом появилась буковка «Б», начиная со второго съезда, в скобочках, большевиков. Вот. Ну, а потом настала КПСС, Коммунистическая Партия Советского Союза. Вот это вот она была у нас, такая наука. И охватывала действительно историю предреволюционную и послереволюционную. Вот вся история России, вот через нее, Советского Союза проходила вот через эту историю КПСС. Мы ее так видели, вот через этот бинокль издалека разгадывали. Ну, так вот. И вот очень такое сильное желание было у наших историков партии, создателей этого курса, показать, что революция пятого года была репетицией революции семнадцатого года, октября семнадцатого. Это фраза Ленина, я ее, кстати, поэтому использую, потому что Ленин сказал, это не может быть неправдой. Вот. Так уж такая у нас была концепция. Но была ли действительно репетиция? Вот что действительно это большевики организовали? Вот какое-то такое массовое движение, вот такой заговор, который привел вот к кровавым событиям, да, которые несколько лет сотрясали в разных городах страну. Ну, во-первых, уже то, что вот сотрясали несколько лет в разных городах. Простите, вот представьте себе, что заговор. Вот как было, как переворот семнадцатого года. Он же произошел очень короткое, компактное время, значит, в одном месте в столице и следом за этим вот в других городах. А тут как? То, значит, по непонятным причинам расстреляли рабочих в Санкт-Петербурге. Я вам уже об этом говорил. Совершенно непонятная причина. Зачем было совершенно... Это загадка нашей истории. Зачем тогдашнее, значит, руководство российское, руководство силовых ведомств почему-то вот расстреляло вот демонстрацию рабочих? Зачем? Непонятно. Только чтобы спровоцировать их. Понятное дело, что партия большевиков, скорее всего, к этому уж как-то отношения не имела. А потом, видите, вот цепочка разных восстаний. На Черноморском флоте, да, броненосец Потемкин, слышали про такое? Моряки были возмущены тем, что интенданты, известные жулики, Суворову приписывают такую фразу «Интенданта второго года службы можно расстреливать без суда и следствия». Ну, правда, говорил ли это Суворов или нет, я при всем не присутствовал по понятным причинам. Ну, красный словцо Суворов любил, он мог и сказать лишнего. Но, тем не менее, там был такой порядок. В этом самом Одессе, так в ту пору стоял броненосец Потемкин, интенданты закупали на базаре, не на привозе вот знаменитом одесском, а там был такой рыночек на берегу моря совсем. Я не знаю, наверное, сейчас он не существует уже. И вот там они закупали мясо. А мясо, ведь, понимаете, холодильник тогда это была диковина такая, я не думаю, что она была вообще, так сказать, распространена. Тем более в тёплом климате летнем, в Одессе, на Чёрном море, где там сохранить, да? И вот вчерашнее мясо, которое вчера было выставлено на продажу, сегодня оно уже было, ну, не то, что вчера. Оно уже начинало пахнуть, мухи откладывали туда свои яички, в них заводились личинки. Ну, вы понимаете меня, да? Естественно, хозяин, продавец старался от этого мяса скорее избавиться, цену-то сбавлял. И вот этот интендант покупал у него, а списывал-то он, естественно, большие деньги, те, которые стоило свежее мясо. Это вы меня понимаете. И моряки возмутились. Что вы нам, значит, сварили? Значит, борщ с мясом, а в нём черви плавают. Вот эти вот личинки мух. Безобразие. Это послужило, значит, бунт, начался, так сказать, восстание матросов на Броненосец Потёмкин. Это потом, в последующие годы, позволило создать фильм, который считается киношедевром. Броненосец Потёмкин называется он, Сергей Инзенштейн его снял. Вот, значит, во всех, так сказать, курсах киноискусства он всегда приводится как пример шедевра. Значит, регулярно на эту тему высказываются разные, так сказать, кинодеятели. Говорят, удивительный фильм, в нём нет ни одной женской роли, ну, умеет удержать там и так далее. В этом фильме, ну, я чуть-чуть вам скажу про него, в нём на всю катушку использовано такое открытие, монтаж. Понимаете, монтаж разных планов. Вот, говорит, матрос-агитатор, это не мой фильм, вот он говорит и показывает дальше, его люди слушают, да, вот это вот монтируется, да, вот это вот одно другое дополняет. Тогда это было в диковинку. Сейчас-то это обычное, сейчас это обычный элемент киноискусства, киномонтаж. А тогда это было диковинно. Вот, ну да ладно, мы, собственно, не об этом с вами говорим, не о кинопроизводстве, а вообще, а что на это было так болезненно реагировать? Ведь отреагировали очень болезненно. Власти. А что, вот эти вот моряки, значит, восставшие на броненосице Потёмке, они что, царя собирались свергать, что ли? Я вас умоляю. Вот что? Вот там они вот в Одессе сейчас свергнут, царя которой в Петербурге? Да нет, конечно. Какая-то такая была обострённая реакция. Это, видимо, просто свидетельствовало о, ну, параличом власти это не назовёшь, но некоторое неадекватное реагирование. Надо было договориться, ребят, вы что, с ума сошли? Вы что, обалдели? Вы что, на каторгу захотели? Там вас покормят, покормят. Там вас с мясом, с червями кормить не будут. Вообще никакого мяса вам не будет. Ну, в общем, можно было с ними договориться, потому что это не повод для обострения конфликтов. А эти конфликты происходили в разных местах, в разное время. Вот представь себе, вот заговорщики. Вот они, Ленин со своими друзьями, страшный такой заговорщик. Он что, он дурак, что ли, Ленин-то? Нет, он не дурак. А зачем он тогда выступление в разное время, в разных местах? Надо ударить одновременно, сильно и в самые болезненные места. Где? В Петербурге? Захват власти. А этого не было попыток. Это были просто некая такая смута, которая тогда продолжалась в какое-то время. То есть, вот тут вот история КПСС, конечно, слишком много на себя берет. Слишком много не на себя, а на свою партию возлагает. Не Компартия-то устроила. Компартия, да, она при этом поприсутствовала. Да, при этом поприсутствуют другие революционные партии. Каких только-то революционеров не было. Анархисты были. СР были. СР, две буквы. СР. СР им их называли. Социалисты-революционеры. Были правые эсеры, левые эсеры. Эсеры в основном добивались взаимопонимания у крестьянской массы. Да? Потому что у крестьян была очень серьезная проблема. Проблема земельных отношений. У них не было земли. У них были выкупные платежи. И вообще черти чего у них было. А социалисты-революционеры как раз и предлагали. Вот это вот изъять у помещиков землю. Раздать поровну крестьянам. Вот такая вот программа. Кстати, этой программы потом в 17-м году воспользуются большевики. Помните? А может и не помните. Декрет о земле. Декрет о мире. Декрет о земле. Два таких вот документа 17-го года, о которых нам, значит, вот всегда, значит, говорили, когда говорили с нами о Великой Октябрьской Социалистической Революции. Так это стали называть с 30-х годов. А начиная с 17-го года, первый год называли Октябрьский Переворот. Вот. Вот Октябрьский Переволёт. А я уже называл Великой Октябрьской Социалистической Революцией. Помню, меня очень впечатлило 50-е годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции. Это было в 1967-м году. Вот. Вот такая вот ситуация была тогда. Значит, что ж такое за РСДРП-Б? РСДРП. Возникла РСДРП на первом съезде по своей партии. РСДРП. Первый съезд партии, это собралось несколько граждан, которых, честно говоря, мы как-то на память никого и не помнили. Вот. Они собрались в городе Минск, в маленьком домике. Домик этот долгое время сохранялся. Не знаю, сохранялся ли он сейчас. Мемориальный домик такой, домик, где был первый съезд партии. Вскоре после этого съезда, где формально была создана партия, да, она уже существовала. Все участники этого съезда, их было несколько человек, меньше десятка, были арестованы, посажены. Вот. То есть партия работать дальше, естественно, не могла. И мы всегда отмечали второй съезд партии. Он так назывался второй. Второй съезд. То есть лейбл уже есть, партия уже как бы существует. Надо провести второй съезд. Второй съезд проводился за рубежами нашей любимой Родины. Ну, вообще большевики любили, вообще так вот, социал-демократы любили собираться за пределами России, потому что в России вот, видите, вы могли посадить очень легко. И был создан, была создана вот партия, да. Вот как раз тут-то произошло размежевание партии на две части. На так называемых большевиков и так называемых меньшевиков. Значит, почему я говорю так называемых? Потом в дальнейшем, в низовых организациях партии, большинство-то было за меньшевиков. Вот парадоксально. А вот просто тут вот при голосовании большинство было за Ленина, за его платформу и за большевиков. В чем разница была? Речь шла вот о чем. Проблема была, дискуссия была о членстве в партии. Я вам это неспроста рассказываю. Это очень важный момент для понятия, внимание, истории нашей партии. Первый съезд, он прошел и закончился. Ну, все. Он был и не всех посадили. А вот второй съезд, вот после него, та партия, которая была создана на втором съезде, оформилась на втором съезде, она и 17-й год совершила, и 37-й, и вместе с ней мы воевали в 41-й по 45-й, спутники запускали, и Гагарина посылали в космос. И в 91-м году вот случился карах Советского Союза тоже под мудрым водительством коммунистической партии. Вот то самое, что создано было на втором съезде. Так вот, идея вот была такая, дискуссия о членстве в партии была. Как надо вот, ну, устав надо принимать, членство в партии. Ленин такую вот идею проводил. Партия – это не дискуссионный клуб. В партию мы вступаем для того, чтобы работать над определенной задачей, над мировой революцией. А это очень сложная задача. Как и любая задача, вот это явно военная задача, да, какая-нибудь техническая задача, да, вот мы решили построить ракету и в космос полететь. Не может быть, чтобы каждый встроил по-своему, да, один будет вот по-своему делать двигатель, другой по-своему баки для топлива, третий по-своему вот этот рулевой отсек будет мастерить, это не получится никакой ракеты. Так и на войне. Один будет вот так думать, надо воевать, другой так. Что за партизанщина? Это просто хаос. Нужна организация четкая, да. Тогда появился такой термин – демократический централизм. То есть мы вот побазарили-побазарили на съезде или там на пленуме, потом сказали – ша, сейчас вот принимаем решение, будем его выполнять. А дальше все должны подчиняться, да, этому решению. Вот подчинение меньшинства большинству. То есть большинство сказало вот так, да, вроде как, демократическим путем. Вот это называлось демократический централизм. И обратите внимание на фразу мою «вроде как демократическим путем». В ней очень много заключается, поэтому вроде. Вот, потому что так или иначе, в таких организациях, как, ну вот партия, например, политическая, любая, какая-нибудь группа ученых, да, ну вот там Академия наук, Научно-исследовательский институт. Ну какой тут демократический централизм? Это вот увлекает за собой лидер, лидер в научном, лидер политический, он увлекает за собой всех остальных. Соблюдается, не соблюдается там вот эти вот демократические процедуры с выборами связаны. Пожалуйста, это не зависит от того, от этого, насколько они демократично соблюдаются, эти процедуры. А важно, чтобы вот он увлек, да, у Ленина фраза такая есть, «Идея становится материальной силой, когда владевает умами масса». Вот, пожалуйста, владел умами масса, все, делай, что хочешь. Она стала материальной силой, эта идея. Вот. Ну так, к чему я пытаюсь вас склонить-то? Вот меньшевики выступили против такой характеристики, вот такой вот, сохранить все-таки отдельную свободу. Они так и называли это, что партия заговорщиков. Ну, Ленин никогда не называл партию, партия заговорщиков, вот партия нового типа. Ну, а что, по сути дела, это не была партия заговорщиков. Конечно, была. Очень интересно вообще вот нам, вот детям той эпохи, ну и не только детям, но и взрослым, был такой вопрос. Ведь большую часть своей дореволюционной жизни, в эпоху, когда он занимался революцией, Ленин провел за рубежами нашей любимой Родины. Он был в эмиграции. А на что же он жил-то? Он ведь там не работал. Некоторые мигранты работали, а он вот не работал. Он писал только свои статьи для газеты «Искра», потом для газеты «Правда». Да, но не работал. Вот откуда деньги берутся, да? Вот это для нас всегда оставалось в загадке. Вот по не совсем внятным причинам в истории партии вот ответа не было на эти вопросы. Где же деньги брались, да? Но можно было предположить, что это партийные деньги, да? Что вот в партии, члены партии, низовых организаций платят взносы, да? А на эти взносы каким-то загадочным образом переправляются за рубеж. Там эти взносы расходуются на издания вот этих вот революционных газет, как сейчас сказали бы, подрывных, да, газет. И они переправляются потом в Россию. Это было целое дело контрабанда вот этих вот газет «Искра» в ту пору. Фраза такая «из «Искра возгорится пламя»» – это фраза Ленина. Эта газета «Искра», естественно, распространялась и велась агитация среди рабочих. Рабочие тогда вот, ну, я вам уже все уши прожужжал, что работали в очень тяжелых условиях. Это были в основном новые люди, которые вот в первом поколении переселились в город. Они здесь были чужими, их нужно было как себя. Они уже от деревни оторвались. Это не деревни. Вот этот пыльный, темный цех завода – это не село. Там совсем другие условия жизни. Понатыкано людей здесь. Рядом с ними он работает, делает с ними вместе одну работу, участвует в одном производственном процессе. Все совсем не так, как это было на селе. Все совсем по-другому. И он уже не хозяин здесь. На селе он был так или иначе маленьким хозяйчиком, как Ленин говорил. Хозяйчиком. А здесь уже не хозяйчик. Здесь он уже наемная рабочая сила. Вот вроде как холоп. Нет, не холоп. Есть такое понятие, так сказать, холоп у барина, прислуга. Положение его было такое, что не надо было работать в поле, нужно было прислуживаться. Не особо тяжело было холопом быть. Но главное, чтобы под горячую руку не попасться, не провиниться. Не воровать. Слишком много, чтобы незаметно было. Вот. Ну, там. Отлил что-нибудь себе, выпил, чтобы незаметно было. Вот. Так сказать, барского вина-то, да, можно попробовать было. А тут он вроде как и не хозяин, и не холоп, а черти кто, раб. Это называлось очень хорошо. Идея такая была. Очень мощно работала. В душу это западало. Наемное рабство. То есть ты продал себя в рабы. Вот. Работаешь, как вот в Древнем Риме. Раб. Раб в Риме работаешь. Да. Вот такая вот тяжелая вещь. Ну, пропаганда падала на эту почву. Надо сказать, что рабочие в массе своей стремились к знаниям. Потому что, ну, невозможно было к ним не стремиться. Вот как-то иногда думают, да, про них. С, так сказать, оглядкой на классиков российской литературы, типа Максима Горького. Что, ну, работяги-то, наверное, сжирали водку. Пьянь и рывань. Вы знаете, условия ведь не те были. У них работа была очень тяжелая физически. Просто человек, пьющий заметное количество вот этого самого вот гадости этой, он не сможет работать. У них вот каждый день это как тренировка тяжелоатлетов. Понимаете как? Он не просто упадет. Он просто упадет, его там придавит на этой работе. То есть пьяным быть невозможно. Нужно очень было вот быть очень в физическом тонусе, да. То есть вот это вот насчет, так сказать, того, чтобы они там запивались, очень как сильно алкоголизировались. Да, наверное, были алкоголики. Они вылетали оттуда. Он не мог работать. Он не мог просто продолжать в таком темпе продолжать свою работу. И эти люди-то они стремились к знаниям. И им помогали хозяева, потому что ну как вот техника все время изменяется. Это была эпоха революции в физике, революции в технике. Внедрялись все новые и новые разработки, изобретения. Рабочий должен быть подкован, подготовлен. Да? Учили. На каждом заводе крупном, а у нас заводы в России были крупные, я вам об этом уже проболтался в прошлый раз. А, значит, были какие-то образовательные курсы, чтобы хоть грамоте их научить. Вот этих вот деревенских вчерашних, да, неграмотных. Вот, грамоте их научить, обучить их. Тут же самое появились всякие кружки. Разные барышни и господа, которые вот сочувствовали рабочим, потому что видят их тяжелую жизнь. Они старались им нести свет знаний. Они, ты представляешь, свет это знание, они через свой фильтр, светофильтр пропускали, вот через фильтр той идеологии, которой они сейчас сочувствовали, да. Ну, так там анархисты свою пропаганду ведут, эсеры, социалисты-революционеры свою пропаганду, социал-демократы свою пропаганду ведут, да. Там газетку мы подсунуты, искру почитать, еще чего-нибудь. Вот, вот так вот шла работа. То есть, да, идеи туда попадали. Идеи попадали, и человек, который утомленный вот этот вот, там, 12-часовым рабочим днем, приходит вечером позаниматься, возвращается. Вот. Кстати говоря, по поводу тогдашнего вот уровня жизни рабочих. Это очень, кстати, важный момент. Сколько же они зарабатывали? Я, ну, наверное, статистика есть, но я не статистикой сейчас воспользуюсь, а воспользуюсь, опять же, вот нашей великой русской литературой. Максим Горький, знаете, такой Алексей Максимович Горький, он же Пешков, настоящая фамилия, он написал книгу, большое произведение, роман «Мать». Наверняка вы его не читали. Сейчас он как-то из моды вышел. И этот роман, и Горький, хотя его пьесы ставятся активно. Активно ставятся. В запасе, значит, находится некоторое количество фильмов, поставленных по романам, сериалы такие вот есть. Вот, ну, достаточно интересно сделанные, кстати, в свое время советские. И они показывают жизнь вот ту вот дореволюционную. Он не был прямо вот членом партии каким-то, да, ну, просто вот он был уважаемый человек, которого партия старалась привлечь на свою сторону. Вот, уважаемый человек в искусстве. Он человек был с мировым именем. Я не знаю, по какому стечению обстоятельств он не получил Нобелевскую премию в свое время по литературе. Ну, не всем же дают Нобелевскую премию. Так вот, значит, роман «Мать». Главный герой. Он живет со своей матерью. Отец умер уже. Ну, раньше отец был как отец. Ну, вот отец как отец. Вот такой вот тиран. Вот, ну, нет тирана. А вот его сын Алексей, по-моему, да. Ну, неважно, сын. Сын матери, да. Вот он построился на работу. Фабрика, по-моему, какая-то кирпичная была там фабрика у них. И он там был подсобником. Тяжелая подсобная работа, неквалифицированная. То есть, он получал там самую маленькую, какую, возможно, зарплату. И вот он получил первое свое жалование. Что он с этого жалования сделал? Значит, ну, первым делом он полностью экипировался. Купил себе сапоги, значит, брюки, костюм, фуражку. Дал своей, значит, матери денег на месяц, чтобы на продовольствие им хватило. То есть, чтобы они вдвоем могли прожить. И что еще ты сделал? А, и напился пьяный. Да, не отрицаем. Пьяный он напился. Вот, ну, потом проспался, пьяным ему быть не понравилось, да. Ну, понятно, что дальше он вовлекается потихонечку в революционную деятельность. Вот такой вот роман Горького мать. Вот, так вот, обратите внимание, на первую получку подсобник сумел полностью одеться. И они могут вдвоем прокормиться с матерью. Ну, вот, я начинал свой рабочий путь в 60-х годах. Рабочий как рабочий еще. Потом как инженегр. Вот я так вот называю свою должность инженера. Вот, ну, даже на инженерскую получку она больше, чем у подсобника. Тогда вот особо так вот не экипируешься. Ну, абсолютно не экипируешься. Вдвоем прожить, наверное, инженерскую-то можно, на зарплату подсобника было нельзя. То есть, в принципе говоря, вот за тот вот интенсивный труд рабочий получал не так уж мало тогда, да. Он получал вот в материальном выражении вполне сравнимо с тем, что получали вот мы в 70-е годы. А это были очень хорошие годы 70-е, я вас уверяю, это уже начинался застой. Нас не особенно гнали. Что значит застой? Это вот раньше давай, даешь, построим, еще построим, давай ползарплаты в качестве займа государству отдадим и все такое прочее. Нет, дефицит был, все... Ну, так более или менее, понимаете? Вот не было того, что было еще даже в начале 60-х годов, там вот очередей за хлебом, в которых люди давились на смысл. Уже этого не было в 70-е годы. Ну, так вот, ну, понятно, что, так сказать, мяса-то тоже не было, но все-таки более-менее. Вот, более-менее спокойное время, ну, чтобы купить на 120 рублей, инженерская такая зарплата, ну, костюм, да еще обувь, ну, это уж как ни крути не выйдет. Да еще, чтобы месяц вдвоем прожить, ну, никак, никак, очень тяжело было. Да, вот так вот. А он получал больше. О чем это говорит? Это говорит о том, что норма потребления была в ту пору выше при капитализме. Вот смотрите, что это такое, значит, слово ученое. Норма накопления, норма потребления. Вот экономика создает какое-то количество товара, да? Ну, товар создает товарная экономика, какое-то количество материальных благ производит экономика, да? Эти материальные благи, благо, благо, как говорили, блага, тогда говорили, тем не менее, благо. Эти материальные блага, им бывает разных видов. Одно благо такое, которое можно использовать в качестве потребительского товара. Одежда, обувь, пища, телевизоры, холодильники, квартиры, автомобили легковые, вот это вот для индивидуального потребления. А есть ценности, которые можно построить завод, проложить железную дорогу, это вот что-то такое очень важное и нужное, которое, в принципе, будет, наверное, помогать строить в дальнейшем на счастливую жизнь. Можно часть этих денег отдать, скажем, государству в виде налогов и налогов, и государству на эти деньги закажет себе танков, да, вот танки, да, они вроде как и не нужны нам для непосредственного потребления или для развития экономики, да, это вот такой вот жатва, которую гонка вооружения делала, да, с нас собирала, к будущей так и не состоявшейся войне, например. Вот, в 70-е, так война, в которой готовились между 50-х годов, она не так и не состоялась, к счастью, наверное, всё-таки. Вот, вот такая вот была ситуация. Так вот, в ту пору, вот эта вот норма потребления была выше, чем сейчас. Этому многие вещи способствовали. Но, во-первых, тот капитализм не мог не стимулировать потребление. Ему был нужен, как или иначе, внутренний рынок сбыта. Вот без рынка сбыта капитализм задыхался. В чём были проблемы российского капитализма? Маленький внутренний рынок сбыта. Значительная часть предприятия работала на государство. То есть, это строительство железных дорог, снабжение армии, флота, вот, всем необходимым. Вот это вот. А вот ты давай, чтобы нам что-то продать населению. Керосин для ламп, да? А эти лампы мы им сделаем. Потребительский товар. Ситчик какой-нибудь, одежда, сукнецо какое-нибудь. Что ещё можно там? Поесть, попить там, пиво, вино, да? Давай хлеба тебе дадим. Значит, что-нибудь тебе ещё нужно? Сделаем тебе, да? Стеклянные посуды, сделаем стеклянную посуду. Тоже тогдашние наши капиталисты боролись за границей, да? За захват рынков сбыта, да? Тоже старались. Успешно старались. Для Ирана, например, понимаете, Иран нефтяная страна. Мы туда продавали керосин. Мы это, значит, Россия. Продавали керосин, керамическую посуду, стеклянную посуду. Специальные были виды посуды, которые делались как раз на экспорт на Ближний Восток. И вот там мы конкурировали с британскими товарами. И наши товары побеждали, кстати говоря. Конечно, товары были не мобильные телефоны, не цветные телевизоры. Это посуда была. Значит, побеждала почему? Ну, то, может быть, вкус угадали хорошо. Раз. Да, потому что вот эта вот посуда, она вкусовая такая, да? Знаете, вот кому-то нравится вот такой узор, кому-то вот другой узор нравится. Да, нужен стиль, жанр. Ну, и плюс к этому цена. Цена. Надо, чтобы было, так сказать. Там тоже покупатели-то небогатые. Да, на Ближнем Востоке, в Иране. Массовые покупатели небогатые. Вот поэтому должна быть низкая цена. Да, поэтому должна быть зарплата маленькая. Но, тем не менее, вот эта вот доля товаров, которые у нас производились в капиталистической экономике, всегда старались увеличить производство товаров народного потребления. Потому что тут самый быстрый оборот. Вот вы построили завод, какой завод? Завод, который делает там, не знаю, кузнечно-прессовое оборудование, тяжелые станки. Это вот как же это должно вернуться, окупиться? Это вот вы построили завод, кто-то должен догадаться у вас купить эти станки, на этих станках делать какое-нибудь оборудование для завода, которое делает что-нибудь поменьше, а этот завод, который делает что-нибудь поменьше, будет делать что-нибудь для продажи. И вот тогда только вот этот вот цикл завершится. то, что появится товар, который можно продать за деньги на базаре или в универмаге. О, какая же ситуация, да? И поэтому вот эта вот легкая промышленность, это вот то, что в первую очередь росло про капитализм. Это называется капиталистическая индустриализация. Еще одно ругательство, вот которым я вас научил, это ругательство, да? Это плохо было, капиталистическая индустриализация, нам говорят, что это плохо. Хотя, на самом деле, это здорово, производство потребительских товаров. Ну, вот так или иначе, но случилось то, что называется революция 1905 года. Вообще, многие персонажи, имена которых попали в историю вот этой революции 1905 года, они в политическом отношении, в партийном, принадлежали к партии социалистов-революционеров. Они вот активно очень в этой борьбе участвовали. Нет, были большевики, да, были большевики, но все-таки вот эти вот участвовали, вот социалисты-революционеры, вот больше были, да, очень... Названия сохранились, улиц, поселков, городов некоторых мелких. Вот это вот, называется, станция Ухтомская. Некий Ухтомский, его в тех местах примерно расстреляли каратели. Он был социалист-революционер, он не был большевиком. Ну, и другие уважаемые люди, которые вот боролись за освобождение рабочего класса, они вот не обязательно были большевиками, но погибли в ту пору и стали вот, ну, символами революционного движения, символами революции. На Пресне, на Красной Пресне в Москве, это вот район такой вот рабочий, фабрик, фабришный, как-то говорили район, в нём есть несколько топонимов, это, значит, название улиц, Шмидтовский, да, Шмидтовский проезд, да, Третий Шмидтовский, Четвёртый дом направо, это утёс, вот такая песенка была. Вот, этот самый Шмидт был хозяином завода на мебельной фабрике на Пресне, да, и он был заодно со своими рабочими, он даже потратил деньги на то, чтобы их вооружить, так сказать, каратели постарались и камня на камне от его фабрики не оставили, вот, вот тут у меня есть картинка, как раз показывает эту самую Красную Пресню, вот он, красный флаг над баррикадой рабочих, это, кстати, диорама Красной Пресни в Москве есть, это фотография. Диорама, значит, это такое вот некое произведение изобразительного искусства, которое, значит, сопрягает, значит, картину, написанную маслом на большом заднике, вот, видите, там дома, это всё картина. А передний план, вот там фонари, баррикада, вот люди стоят, это всё вот некие люди, конечно, не живые, манекены, это вот предметный план, вот как это называется. Вот обратите внимание, вот на Пресня, Москва, небольшие дома, да, вот, вот так вот она была, тогда выглядела Москва, рабочий район, да, Слобода рабочая, вот так это называлось. Вот. Так вот, после революции начался очень интересный период, период, который называют периодом реакции, да, революция потерпела своё поражение, но нам так говорят, революция, на самом деле события 1905 года, вот тот вот конфликт, который разгорелся между разными слоями общества, да. Я вам уже как-то несколько лекций тому назад пытался в голову вложить, что конфликт-то был следующим. В городах появилось огромное количество людей, которых сейчас называют понаехавшими, они приехали из деревень, с села, они стали работать на заводах, и стали хорошо зарабатывать. Я вам рассказывал про вот этого персонажа Максима Горького, как он хорошо зарабатывал. А эти вот местные мещане, которые мелкой торговлей занимаются, которые вечно у них, наверное, убыточные уже становятся, не приносят прибыли, они им завидовали. А эти вот учили своих детей в гимназиях даже рабочие, что там, говорят, было такое дело, никуда не денешься от этого. Старались получать знания. Вот. Видели в них ценность большую, а эти не очень понимали мещане. Ну, мещанство такое, вот такой термин у нас есть, немножко пренебрежительное мещанство. Вот. А на самом деле это просто слой такое, население, сословие. И между ними конфликт. Про броненосец Потемкин говорил, какая там революционность, да? Воровать меньше надо было. Надо привлечь было этих воров к ответу. Ну, и все. Ну, перевести их на другую работу с повышением. Чтобы воровать больше могли. Но аккуратнее, чтобы воровать. А эти вот слишком... Маленькая должность, мало можно украсть, поэтому уж очень сильно воруют. Очень сильно воруют. Вот и все. Вот что надо было сделать. Но этого почему-то власть не сделала. Для меня это загадка. Вот. Вот этот русский медведь попробовал крови, и дальше уже вот не мог остановиться очень много десятилетий. После этого русский медведь. У нас, так сказать, власть очень была такая, как на вулкане, короче говоря. Ни один властитель наш от власти живым не ушел. Чтобы живой и на свободе, первым это остался Никита Сергеевич Хручев. Он себе заслугу ставил. На самом деле, заслуга, конечно, не его, а его преемников. Они же его не посадили. А он-то сам чего. Вот. А вот они его не посадили. Ну вот. Ну, молодцы, конечно, что его не посадили. И он тоже молодец, что воспитал себя таких преемников. Но, тем не менее, вот я тут говорил такую фразу. Союз борьбы за освобождение рабочего класса. И вот когда-то давно в Петербурге, когда Ленин был еще относительно молодым, видите, он сидит в центре за столом, возник так называемый союз борьбы за освобождение рабочего класса. Вот по левую руку Владимира Ильича, такой мужчина с бородой, на фотографии не очень хорошие, но на глазах угадывается Пинсне. Или мне только кажется. Он, кажется, так прикрыл глаза. Вот он так вот в первом ряду в светло-сером костюме сидит, ножки сложил и облокотился на стол правым своим локтем. Вот это вот Мартов. Мартов – это, естественно, псевдоним, так же, как и Ленин – псевдоним. Март все-таки месяц-то весенний. Для революционеров очень приемлемый псевдоним. Это вот группа граждан такая вот. Союз борьбы за освобождение рабочего класса они создали. После этого уже Ленин вошел в РСДРП, партию, которая с его приходом стала еще «Б» в скобочках, большевиков, он был большевик, вот. Он так вот увлек своих товарищей, что вот его концепцию, значит, партии как партии нового типа, ну, собственно, партии заговорщиков, партии революции, да, революционной партии, они, значит, поддержали. Вот это вот было очень на тот момент важно им. И вот эти вот одни из этих большевиков. Я до сих пор вот помню, например, фамилии издателей газеты «Искра», да, тех ее редакций, Плеханов Игнатов Дейч Акселеротт, да. Вот угадайте, как я запомнил эти фамилии, да. Вот, кстати говоря, Плеханов. На кого он похож? На кого-то дачника такого, да, в белой шляпе. Вот это вот такой вот был марксист, один из первых марксистов. Он до сих пор, так сказать, в авторитете. Плехановский институт был в советское время. Ну и сейчас он тоже. Это такой вот был экономист марксистского толка. Ну, как вам сказать? Он вот, скорее, был меньшевик. Он меньшевик был. И человека, как ученого, его вот как вот... Ну, смотрите, вот ученый, не будем говорить про коммунизм, про экономику, ученого интересует, как что-то устроено. Понимаете, да? Это называется наука, фундаментальная наука. Вот Плеханов был, пожалуй, вот принадлежал к такой вот фундаментальной науке. Он не спешил к каким-то прикладным разработкам. А вот Ленин, ему, прикладная разработка, революцию создать, да, мировую, скажешь, захват власти. А Плеханов предупредил, что в нашей стране социализм еще преждевременный. Вот как вот мыслилось развитие от одной экономической формации к другой всегда. Это вот по марксистскому лекало, да, по марксистскому шаблону. Мыслилось так, что предыдущая экономическая формация создает экономический базис для перехода к другой экономической формации. Значит, вот, например, вот как капитализм создаст очень мощные средства производства, такие, что будет постоянно утыкаться в проблему их использования. То есть он не будет находить рынка сбыта для товара. Вот тут вот это называется кризис капитализма. И вот тут вот его надо и менять. А в России до этого было далеко. До этого было очень далеко. Российские капиталисты страдали от нехватки рынка. Рынок был слишком беден, да. И у нас поэтому была и большая норма потребления. То есть доля, так сказать, зарплаты, то, что рабочие получают, была, ну, в общем, очень даже приличная. Вот, относительно того, что было, скажем, в 70-е годы. Кстати, сейчас, в наше время, эта доля снова возросла. Капитализм, потому что, ты никуда не денешься. Капиталисту нужно, чтобы мы шли и что-то покупали. Да. А вот он, вот так вот у нас стимулируется спрос. Стимулирует спрос капиталист. Ему нужно, чтобы был платежеспособный спрос. Ну, так вот, Плеханов как раз и указывал, у нас страна-то не готова к этому. Ну, какой у нас приходится к специализму? Мы еще... От капитализма не все взяла Россия, да. Вот, такой был вот. У нас еще в России живы, и не то, что живы, они просто вот, функционер, хотел сказать, живы, пережитки феодализма. Да какие там пережитки? Он просто феодальный строй был тогда в России. У нас был, значит, царь. У царя были, значит, вот, близко к нему расположены сановники, сплошь землевладельцы крупные. Сплошь их доходы определялись либо с земли, либо с каких-то вот таких вот непонятных источников, типа взяток, да. Во, какая ситуация. Это же землевладельцы. Богатство человека тогда в десятинах земли измерялось. Десятина земли – это площадь, да. Побольше гектара, кстати. Вот. Вот такая вот тогда была проблема. Вот. В десятинах мерили богатство в земле. Простите, это типичный феодализм, когда основа экономики, сельское хозяйство, аграрная страна, в общем-то, пережитки феодальных отношений. На селе еще не распалась сельская община. Значит, при крепостном строе, о котором я вам рассказывал, вот, в селе была община, да. Значит, помещику было, ладно, скажу это слово, так сказать, западло. Западло с каждым крестьянином дело иметь. А вот сразу с общиной. Вот вы мне дайте, вон со старостой, вот столько вот соберите, столько чего-то, а вот того-то. И вот эта вот сельская община, у них сельский сход был, да, такие вот элементы деревенского демократизма. И у них была главная задача, у этого сельского мира, общества, значит, выплатить оброк своему барину, значит, нарядить людей своих на выполнение, так сказать, барщины, то есть работ на барина, на земле барина. И нарядить, это значит, вот, так сказать, наряд составить, да, выдать наряд, но нарядить, не в смысле, там, пиджачок и брючки, а вот в смысле вот этом вот. Вот. Вот какая была задача у них. И вот функционировала сельская община, вот сельский мир. Это очень было так вот тогда в интересах государства, потому что человек, который в этом сельском мире живет, он не может с голоду умереть. Его должны остальные прокормить, это село, это община, он член вот этой общины. Ну и, кстати говоря, некоторые прекраснодушные люди, они думали и гадали, что вот сельская община – это как раз зародыш будущего социализма. Ну, на самом деле, зародыш социализма из него не получалось, это скорее получалась питательная почва для развития капитализма, потому что каждый по отдельности хозяин сельский, или, как Ленин говорил, хозяйчик, он был маленький капиталистик. Он производил свой товар на рынок, он нанимал, значит, своих односельчан, бедных, которые, вот, так сказать, не могут себя обеспечить в качестве батраков, да, и они на него работали. Вот, так вот возникали люди там более-менее зажиточные, кулаки был такой, кулачок такой, все собрал себе такой, жжем такой, да, это вот слово происходит, кулак. Вот, это был такой вот сельский бизнес, да, который работал на рынок, производил хлеб в основном, да, зерно, вот такой товар. Ну, конечно, не только зерно можно продавать, но вот это такое вот, как-то у меня ассоциируется с этим, вот, там миллион еще, кстати, ой, господи боже мой, мак, подсолнух, все это вот товарная позиция. Ну, вот, деньги выручал, не только вот на свою жизнь он копил, да, и давал заработать этим самым батракам, он эти деньги мог еще во что-то вкладывать в совершенствование производства, трактор купить. Тогда, правда, тракторов не было, а вот кулаки уже при советской власти, они трактора покупали, да, тут процесс пошел, процесс пошел такой вот индустриализации сельского хозяйства. И вот этот сельский капитализм постоянно, постоянно создавал почву для дальнейшего развития капитализма. Они патили в город поторговать, да, этому вот, так сказать, селянину, сельскому богатею, не перенестили свой бизнес в город, то есть там не сделали там филиал, магазин какой-нибудь, вот такие вот вещи. Вот, и рано еще было строить социализм, говорил теоретик вот наш Плеханов. Ну, кончилось наше время. Всего доброго вам, до свидания, удачи.